Я приехала после работы на дачу. Конечно, сегодня жарко очень. Температура 28-29 градусов. В парнике, когда я зашла, было около 30 с лихом. Я решила, что пора затенять парник еще. Сейчас, после затенения, температура 27. А что я сделала? Сделала довольно легко, без всяких приспособлений. Закрыла полностью. Осталась только не закрыта одна полоса. Но это потому, что расправить довольно тяжеловато. Но это и не существенно. Пусть одна полоса будет не затенена. Все остальные полностью я затеняла. Причем, без всяких инструментов. Легко, за 5 минут. Вот что получилось. У меня было два отрезка вот этой вот затеняющей сетки. Мы от птиц ею накрываем смородину, эту ежевику. Малину набрасываем. Они большим метражом, у нас два куска. Ну, в общем, и целом, чего сделано. Показываю. Вот здесь вот болты, которые прикручивался, поликарбонат, мы просто вот так зацепили. Видите? И с той стороны, и с другой. Ну, перекинули. А тут вот я просто под поликарбонат засунула и закрепила с той стороны. Сейчас покажу. Где показать, чтобы видно было. Ну, например, вот тут, да? Вот. Вот здесь у меня штырь такой. Я перетянула сюда и на штырь. Чтобы это держалось хорошо. Здесь сейчас покажу. То же самое. Вот так вот. Вот сюда вот через поликарбонат накинула. И вот прищепочкой прицепила. Можно было не цеплять, но это для надежности. Тут вот ничего не цепляла. Просто вот так сделала и все. Она никуда не денется намертво. И так с каждого края. Почему я это решила сделать? Потому что цветов много. Мало того, что кладоскориоз. И так все чернеть начало. Потому что, ну, влажность, видно, повысилась. За счет температуры большой. Хоть и проветривается все. Проход с этой стороны. Проход с той стороны. Но, тем не менее. Перцы загибаются от какой-то болячки. Не помог им абсолютно перекись. Железным купоросом. Посмотрю, что есть. В общем-то, от чего. Может, от перцев. Для перцев. Потому что я не знаю, что это за болезнь. Кладоскориоз, не кладоскориоз. Еще что-нибудь. А тут, вон, смотрю, это стало отражаться на листочках. Потому что с перцами у меня, в общем-то, особо не было проблем. Почва увлажненная. Перчики, вон, большие уже. И такая напасть приключилась. Молодцы. И бычьи сердца, они молодцы. Да, я вот это все обрежу. Это без проблем. Как бы все обрежу в выходной. Будет время. Приеду на все выходные. Завтра. И все обрежу. Перцы, это бычьи сердца набирают. Набирают. И другие ветки растут. Как бы вообще к ним претензий нет. Они не жируют. Стоят тоненькие, тущенькие. Но не все. Есть, которые потолще, получше. Но есть, которые тоненькие. Я их дополнительно подкармливала. Но все равно они тоненькие. Для них, для бычьего сердца, я купила. Есть азот 13%. И 45%. Ну, 46 почти. Калия. Это для них, чтобы и подкормить их. И чтобы ветки набирали. И нижние, и верхние. То есть им это нужно. У них рост самый идет. Вон, какие тущенькие. Вот это для них. Смотрите. И вот эти, вторая ветка уже пошла. А эти не все. Потому что, видно, не хватает вытянуть все помидоры. Поэтому буду вот этим калием обрабатывать. С азотом. А вот эти жируют. Вообще наглые. Не растут и жируют. Их я гуматом калия. Там чистый гумат калия. Больше ничего. Посмотрите. Вот он стоит. Наглый, борзый, толстый. Это конопешечки стоят. Но они красивые, не жируют. У них все нормально. Ветки набирают. Растут. В общем. Земля конкретно... Ну, полив здесь капельный. Он поливает. Земля... Видите? Ну, сейчас все равно убрать. Ком сделать. Она влажная. Она не сухая. Но все равно пролить надо. Пролить надо. Зубнику мне надо полить. Она вся сухая тоже стоит. Финик желтый. Что-то не набирает размер. Его тоже подкормлю. Азот и калиевая селитра. А вот всех жирующих... Мне не нравится. Перцевидный гигант на нем. Он здоровенный. А помидор на нем... Ну... Вообще мизер. Такой здоровый. Урожай от него. Нет никакого. Ну, по крайней мере, у меня. Мне так кажется. А уже вон, уперся. Два метра заедно. Полтора-два метра. Так. Это у меня примадонна. Плоды есть. Плоды идут. Поэтому сюда я гуматкалия. Они тоже жируют. Ну, в общем, так. Гуматкалия тем, кто жирует. И окаливаю селитру с азотом. Для тех, кто требует подкормки. Хотя вот после того, как я полила. Хорошо проливала. Вот видно, что питание пошло. Они стали добывать себе сами корни. Там перегноя много. На штык лопаты в самом низу. И видно, что корни стали добывать себе. Хотя такое ощущение, что вот здесь вот нехватка фосфора идет. Хотя фосфора. Сюда молокалийный фосфат. Плюс я перед этим, на выходных, я подкармливала органической подкормкой. Это зольный раствор с кислотой уксусной. Но, 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 но. А да, это монокалийным фосфатом. Но я думаю, что им нужен калий и селитра. Потому что... Вон, ну, тоненькие какие. Ну, как тоненькие. Вот здесь вот видно, что они тоненькие. Потом потоньше. Может, еще пожареют. Не знаю. Но к нему у них претензий никаких нет. Помидоры есть, они набирают. Есть к перцам претензии. Потому что они чем-то заболели. Есть претензии к тем вот товарищам. Конопашечки красивые стоят. Тоже мне как-то считаю, что они нормальные вообще. Вообще нормальные. Вот эти вот ненормальные. А конопашечки хорошие. Они детерминатные, невысокие. Я потом покажу. Я привезла эти бумажечки. Ну, с их описанием, характеристиками. Я прочитаю по каждому сорту. Сравним на сегодняшний день, как они. Это финик желтый. То есть, как бы... Он тоже не жирует. Он нормальный. Абсолютный. Даже, мне кажется, не хватает. Поэтому его калий и селитрой буду подкармливать. Дальше идет перцевидный гигант. Ну, его тоже можно подкармить калий и селитрой. Он непонятно. Он ветки набирает. Ну, чтобы хватило следующим веткам калий и селитрой. Он не жирует ее точно. Дальше пошел... Вот, примадон. Она тут вся жирует. У меня в том году здесь все жировало. И сейчас жирует. Да еще кладисприоз хорошо их. Прихватил они. Больше сажать не буду. Они мне не подходят. Так. А вот эти нормально, кстати. Перцевидный гигант вполне. Фосфора не хватает. Вот вы посмотрите. Видите, какой оттенок. Вообще поражаюсь. И в землю кидала все. И подкармливаю постоянно. И суперфосфаты. Это бесконечно. Вот на бумажках многие пишут. Три подкормки за лето. Каких три? Правильно те, кто говорят? Каждые семь-десять дней. Вот так оно и есть. Каждые семь-десять дней. Потому что им постоянно чего-то не хватает. Сколько в землю ты не вкладывай, а им потом все равно все нужно, нужно, нужно. Потому что если будет много в земле, они начнут жаровать. Будет мало в земле, начнут болеть. Поэтому приходится во время вот их роста. Я так понимаю. Не знаю. Перцы жалко. Перцев поход тела не будет. Ну, в общем, затенили. Сейчас 26 градусов, но уже вечеряет, так сказать. Полседьмого времени. Ну, вот я что думаю? Я думаю, поможет это. Не поможет. Особо как бы темнее не стало. Не, ну, наверное, потемнее. Наверное, потемнее. Ну, на пару градусов все равно, наверное, поможет. Посмотрим. Ну, все, что могла, я сделала. То есть, затенила. Затенила здесь. Вот с этой стороны у меня и было затенено. То есть, двойное затенение. Ну, и сверху еще все затенила. Посмотрим. Что у нас тут? Рассветка. Вот на все не хватает. Ей видно, сил-то не вытягивает она. Два, три, пошла, четыре, пять. То есть, это все вот на одном. Она уже пытается все вытащить. Два, три, четыре, пять. И там уже цветет шестая, седьмая. Не считая верхушки. То есть, по большому счету... О, в две пошла, в две развилки. Мне это, конечно, не особо надо было. Но... Не, надо обрезать. Надо обрезать. Почему? Потому что... Почему? Потому что и так уже... Восемь веток завязывается. Цветет одновременно. Оно совсем хиленькое. Растенец. Как ни странно. Хотя подкармливала всех. Я не знаю. Как-то вот получается, что... Меня... Ну, я сильно так не могу подкармливать, как учат. Что там прям... Какие дозы? Нет. Во-первых, я чередую. Органическую с минеральными удобрениями. Во-вторых, опрыскивание стараюсь делать. Либо подкармливать. Тоже чередовать. Ну, химию есть тоже не очень хочется. Ну, и давать нужно все витамины, чтобы все-таки получить какой-то урожай. Поэтому... Что есть, то есть. Что будет, то будет. Зато это свои помидоры. Время уже полвосьмого. Я еще на даче. Дома еще не поехала. Но полила арбузы, дыни. Что я хочу сказать? Помните, я говорила, что дыни, скорее всего, уже все. Каюк. Надо их выбрасывать. Но решила все-таки замульчировать. Потому что без мульчи они стояли в этой глине. И помирали. И вот прошло... Сегодня четверг. Замульчировала я, по-моему, в понедельник. Смотрите. Жизнь. Жизнь. У них есть жизнь. Вот что значит мульча. И даже этот, который казался уже совсем безнадежным. У меня тут листья подвалились, когда я показывала в видео его. Представляете? Даже тут. Вот тут вот. Что-то наклевывается. Даже тут что-то наклевывается. И, возможно, он тоже оживет. Забросала случайно. Ну и там так же. Сейчас я закрою их. И все. Сейчас я их закрою. Даже ничего особо делать не буду. Просто вот так вот. Пусть болтыхаются. Здесь кирпичем накрою. Ничего им не будет. Пусть стоят до завтра. Ничего с ними не станется. Сегодня простояли. И завтра ничего не будет. Тут у меня открыто. Вот так вот. Арбузы. Представляете? Этот маленький арбузик. Он тоже был вот такой вот маленький. Здесь был. Прихожу. Вот этот заброшен травой. Вот так вот. Трава вся. Вот так вот. Этот вот вообще вот так. Стала искать. Этого уже нету. Этот откопала. Подозрение на кошек. Что сюда они ходят. Либо птицы. Но птицы бы так не закопали. Кошка, скорее всего. И там он уже изгнил. Потому что даже не нашла ничего. Этот откопала. Арбузики растут. Даже очень даже неплохо пошло расти. Не буду ковыряться. Но по крайней мере осталось семь. Вот так вот. Сколько в итоге будет? Не знаю. Но вот семь штук есть еще. Тоже полила. От муравьев посыпала. Здесь сетка. Вот эта сетка, которую мы натянули. Вот таким образом выглядит теперь. Сейчас солнца нет. Хорошо можно рассмотреть. Вот. Здесь просто вот натянули. Вот так. Чтобы она держалась. Но это не влияет ни на что. Но можно и так сделать. То есть держится. Все хорошо. Здесь уже температура падает. 24. Все хорошо. Листики начали выпрямляться. Когда температура спадает, это бычье сердце, она распрямляет. Листики все нормально. Прямо на глазах они выпрямляются, распрямляются полностью. Были вот собраны вот так вот. Вот так вот были собраны. А сейчас вот пластинка у них выпрямляют. Может быть, это из-за нехватки влаги. Может быть, это расположенность сорта так. Но почему? Потому что остальные так не скручиваются сильно. Или вообще не скручиваются, или чуть-чуть. А эти вот прям так вот себя ведут. Может, защита такая, защитная реакция. Пытаются сохранить побольше влаги. Я сейчас их пролью. Прямо по этому. Пролью. Поверху. Вот этот ряд. Так. Я увлажняла хорошо. Прямо проливала. Обрезать я буду все завтра. Сегодня я это делать не буду. С обрезкой. Здесь я перекрыла. Думаю, может, листья скручиваются из-за обилия влаги. Так пошли они странно себя везти. Поэтому перекрыла воду им. Этими буду заниматься. Не сейчас. Но панинорчики все хорошие. Да, они, может, не все завязались. Ну, и бог с ними. Зато химия минимум. Ну, как по возможности, конечно. Пичкать их химией, чтобы завязались плоды все. Я не собираюсь. Потому что мне не на продажу. А для себя мне этого за глаза. Честно скажу. Какие плодики. Да, вот он один. Других не видать. Но... Но, но, но... Я говорю, я их еще подкормлю. Калевой селитрой. Возможно, это исправит положение. Следить будем. Вот из всех средств, которыми я подкармливала, пока еще ни одно не помогло. Калевая селитра с азотом. Возможно, она поможет нам в этом. Поглядим. Вот эти вот поврежденные калдоспариозом. Обрабатывала. Тоже надо все срезать. Это я все срежу. Но не сегодня. Так, не то, что хотела сегодня, я показала. Все остальное уже потом, завтра. Эти не больно набрали. Тоже им особо то, что я делала, не помогает. Поэтому, возможно, им поможет гума от калия. Тоже посмотрим. Экспериментируем. То одним, то другим. Будем смотреть, что больше всего поможет.